МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Светние компании требуют внимания. Глава Чуваши Михаил Игнатов провел совещание с правительством Республики. Раз-два и в Дамке в Чебоксарском детском саду состоялся шашечный турнир. С царским размахом сквер Екатерины Великой появится в столице Чуваши. Июль, несмотря на отпускную пору, достаточно активный месяц. Стартовалась сельхозперепись, началась вторая смена в оздоровительных лагерях. Установившаяся жара держит в напряжении спасатели и органы власти. О летних телах и заботах говорили на еженедельном совещании главы Чуваши и правительства Республики. Хорошая новость. Чуваши получила льготный бюджетный кредит на 900 миллионов рублей под 0,1% годовых. Мы с учетом наших выстроенных взаимовыгодных отношений с Министерством финансов Российской Федерации получали дополнительные средства и получаем все договоренности, которые есть у нас по обязательствам со стороны Министерства финансов Российской Федерации и со стороны Чувашской Республики мы выполняем. Позиция кабинета министров Чувашской Республики обозначена четко. Чувашстат и Минсельхоз Чувашия совместно с республиканскими и муниципальными органами власти провели большую подготовительную работу. Поэтому Всероссийская сельхозперепись в Чувашии стартовала без проблем и нерешенных оргвопросов. Перепись пройдет в трех группах хозяйств. На сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах и в самой многочисленной группе на дачах и огородах. 416 сельхозорганизаций самостоятельно заполнят отчеты и предстоит в Чувашстат переписчикам же предстоит опросить 3382 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 238 тысяч владельцев личных подсобных хозяйств и 746 садоводческих, дачных и некоммерческих объединений. Однако сложности есть. Некоторые селяне и особенно горожане считают, что перепись проводится с целью последующего повышения налогов. К счастью, большинство респондентов все-таки осведомлены о целях и задачах переписной кампании. Мы, конечно, со всеми будем работать, и с теми, кто отказался, и по организациям тоже будем работать, встречаться и объяснять. Направим еще раз, возможно, какой-то краткий разъяснительный материал для переписчиков, чтобы они умели правильно объяснить населению. Первая смена в оздоровительных лагерях прошла успешно. По данным Минтруда, различными формами отдыха были охвачены около 50 тысяч ребят. Основную нагрузку взяли на себя пришкольные лагеря. В загородных побывали чуть более 4 тысяч человек. По опыту прошлых лет на первую смену приходится как минимум половина всех, кто собирается отдохнуть в летний сезон. Миноборот читался о государственной итоговой аттестации. Больше стало ребят, выбирающих физику и математику. Медленно, но верно предпочтения выпускников меняются в сторону инженерных профессий. По большинству дисциплин результаты лучше, чем в прошлом году, однако есть и информация для размышления. Специалисты намерены тщательно проанализировать результаты аттестации и сделать выводы. Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика. И еще о финансах. Помимо льготного бюджетного кредита в Чувашию поступят субсидии по линии Ростуризма в размере 182 миллионов рублей на завершение строительства автодороги в этнокультурном комплексе Амазония и на реконструкцию первого этапа Московской набережной города Чебоксары. Кроме того, Чувашское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования бизнес-школы «Чилинг» стали победителями открытого конкурса по выделению грантов неправительственным организациям. Они получат 715 и 342 тысячи рублей соответственно на реализацию общественно значимых проектов. Еще одной темой серьезного разговора стала ситуация на воде. К сожалению, не проходят недели без потерь. 14 пляжей и 17 специально оборудованных мест для купания и отдыха подготовлены к этому лету в республике. Что касается последних, то для этого достаточно обследовать дно водоема, оградить безопасную обследованную зону буйками, завести песок, поставить информщиты. Тем не менее, во многих районах не оборудовали ни одного такого места для купания. Эта недоработка, а также алкоголь и пренебрежение правилами безопасности дали в итоге 20 происшествий на воде. 17 июня по сегодняшний день у нас утонули 13 человек, в том числе двое детей. Буквально 17 июня город Шумерли, 27 лет мужчины в нетрезвом состоянии. 18 июня Чебоксарский район, алкогольное опьянение, 51 год. Красноармейский 18-го, подросток 15 лет. Батаревский 19-й июня, алкогольное опьянение, 32 года. Чебоксарский район, 20 июня, 17 лет, молодой человек. 18-го, Аллатрский район, молодой человек, 18 лет. 21-го, Чебоксарский район, опять алкогольное, 28. И так далее, и так далее. И возраста абсолютно вот такой золотой от 15 до 58 лет. Меры, конечно, примут. Специалисты будут чаще устраивать рейды. Однако ничто так не защищает при отдыхе на воде, как трезвая голова на плечах. Видеосовещание с главами муниципалитетов провел Михаил Игнатьев. Обсуждали эффективное использование земельных участков и подготовку школ к учебному году. 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая сейчас ситуация в республике с обводом жилья. Из 26 муниципальных образований только 7 муниципальных образований достигнут уровень предыдущего года. Это вот на слайде мы видим. Маргарский район выполнил на 100%, Красноармейский на 103%, Бурнарский 104%, Батаревский 120%, Аликовский на 130%, Янтиковский на 176%. Это вот районы и город Новочебоксарск более чем в два раза. В остальных 19 муниципальных образований допущено снижение объемов жилищного строительства. Какими показателями мы вообще завершим? Проваливаем полностью, надо честно сказать, если мы проваливаемся, то надо сказать, мы проваливаемся. И прежде всего проваливаем по каким-то, по таким-то районам. Строители всегда поднимали вопрос, нет земли, не можем строить. Земли достаточно перевели, я еще раз говорю. В чем проблема? Речь о землях, сельхозназначения, которые специально перевели в категорию жилищного строительства, а жилья там так и не появилось. Некоторые компании получили разрешение на строительство еще в 2007 году. Прежде чем продлевать его таковым застройщикам, необходимо провести анализ, обратился Михаил Игнатьев, глава муниципалитетов. Что касается сроков, которые ни при каких обстоятельствах нельзя будет передвинуть, это готовность школ к новому учебному году. Их должны принять до 25 августа. Особое внимание во время приемки необходимо обратить на мероприятие по обеспечению охраны и антиферрористической безопасности, и также на обеспечение пожарной безопасности. При ремонте учебных заведений внимание обратят на туалеты и спортзалы. В столице Чувашия помимо ремонта школы начнут строить два детских сада, школу на Гладково и приступят к реконструкции лица Лебедева. Отчитался глава столичной администрации Алексей Ладыков. Ольга Пырочкина, Республика. Успех каждого, успех России. Так называется предвыборная программа партии «Единая Россия». Сегодня в региональном исполкоме прошла пресс-конференция, на которой участники съезда поделились своими впечатлениями от форума и планами на ближайшие два с половиной месяца. По словам Николая Малова, ключевыми моментами съезда стали выступления председателя партии Дмитрия Медведева и основателя партии Владимира Путина. Сегодня мы на всех площадках говорим, что основная и главная задача наша – это поддержка курса президента. Выступление президента перед делегатами, конечно же, всем дает понять и говорит о том, что президент отслеживает деятельность партии, все, что делает партия, ему интересно. Николай Малов рассказал, что на съезде партии была принята предвыборная программа «Успех каждого, успех России». Эта программа включает в себя все наказы избирателей, которые были собраны во время подготовки к предварительному голосованию. Недавно региональное отделение презентовало проект «Чуваший – регион комфортного проживания. Приоритеты развития». Глава города Чебоксара Леонид Черкесов напомнил, что нужно определить приоритетные направления и сосредоточиться на них. Этот проект и программа партии дополняют друг друга и задают вектор работы. Мне понравилось выступление Владимира Владимировича Путина. Он четко и ясно обозначит, что не надо давать пустых обещаний. И те обещания, которые будут даны депутатами от партии «Единая Россия» разных уровней, что касается поселковых советов, районных собраний депутатов, городских, региональных, но и федерального собрания, они все должны иметь основу для реализации. Вот это предвыборная программа, в которой есть тезисы, в которой можно посмотреть, что было уже сделано. Что самое главное – это преемственность тех проектов, которые уже были инициированы. Причем во всех сферах. Это и сельское хозяйство, это и сфера образования, это и сфера здравоохранения, где до сих пор остается много нерешенных вопросов. Все наши встречи с жителями, а была проделана очень большая работа. Все кандидаты разъезжались и по районам, проводили встречи с жителями, и эти предложения были в дальнейшем и озвучены. На съезде были утверждены списки кандидатов, которые будут поддержаны партией на выборах. В партийный список вошли Алена Аршинова, Николай Малов и Николай Владимиров. Для них черкесов выдвинут по одномандатному Чебоксарскому округу. В Канажском округе единороссы не выдвигают кандидат. Есть решение партии, есть решение съезда. Сегодня вы в курсе. 18 одномандатных округов – это те округа, где представители нашей партии не представлены от партии «Единая Россия». Канадский округ вошел в число этих 18 округов невключенных. Ну и, соответственно, здесь что я могу сказать? Это стратегическое решение, которое вызвано интересами государства на внутреполитической арене. И сегодня, если есть решение партии, решение съезда, то, соответственно, в моем понимании, это нужно выполнять. Сегодня по должности я являюсь секретарем партии «Единая Россия». Для меня, конечно, очень важно, понимаете, важен конечный результат. В первую очередь, не мой личный, а как секретаря регионального отделения, а положительный конечный результат партии. Участники пресс-конференции сошлись во мнении, что сейчас каждый кандидат готов работать на результат. «Нам необходимо, и Дмитрий Анатольевич Медведев тоже сказал, победить на сентябрьских выборах. Победить конкурентно, легитимно и открыто. И такая была поставлена задача. Я думаю, мы должны с этим справиться. Каждый кандидат должен работать честно, открыто, чтобы было максимально больше представлено в нашем парламенте и представителей партии «Единая Россия». В ближайшее время документы кандидатов, которые будут баллотироваться в Госдуму от «Единой России», поступят в Центральную избирательную комиссию. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, «Республика». Свой профессиональный праздник сегодня отметили сотрудники ГИБДД. Службе исполнилось 80 лет. Поздравления дорожные инспекторы принимали в Театре оперы и балета. На площади перед Театром оперы и балета выставили ретроавтомобили. Недавно умельцы восстановили и патрульную копейку. По чертежам отремонтировали салон, а на крыше установили проблесковые маячки советской эпохи. Музея и машины из прошлого пылиться не будет. Участвует парад Победы, агитация пропаганды в садиках, детских домах и пионерских лагерях. Сегодня парк ГИБДД пополнился и новой техникой. Большинство из этих автомобилей отправятся в районные отделы. Во многих муниципалитетах необходимость замены патрульных машин назрела давно. В соответствии с требованием приказа ежегодно должен обновляться парк дорожной патрульной службы. И сегодня был принятым министром внутренний дел из поступивших транспортных средств, гособоронного заказа, МВД Чувашкой республики, обновить парк ГАИ Чувашкой республики. В связи с тем, что 15 машин было выделено, и сегодня задача для выполнения, обеспечения безопасного дорожного движения, она требует обновления спецтехники. С каждым годом на дорогах страны увеличивается количество машин. Работа у автоинспекторов становится все больше. На сотрудников ГИБДД сейчас возлагают задачи по обеспечению безопасности на дорогах и профилактике ДТП. В этом году в республике сократилось количество аварий. Реально сегодняшний день требует от нас высочающего профессионализма, полной самоотдачи, личной ответственности за обеспечение безопасности на дорогах. В ходе проводимой совместно с органами власти, владельцами дорог, общественности, работой, в последние годы удалось добиться стабильного сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. В республике успешно реализуется и программа «Безопасный город». За дорогами сейчас присматривают более 100 аппаратных комплексов. В ближайшее время их количество увеличится. И от этой работы, от нашей совместной деятельности, зависит, конечно, деловой климат на территории нашей Чуварской республики. На самом деле, среди регионов Российской Федерации мы по разным показателям, есть индикаторы, соответствующие УПД Российской Федерации и УГИБД России, мы находимся там в первой десятке регионов Российской Федерации. Это комплексная оценка федерального центра, это комплексная оценка общественника, это дорогого стоит. Лучшим сотрудникам ГАИ вручили благодарности, почетные грамоты и медали. Медриковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика. 3 июля – день памяти нашего легендарного земляка-космонавта Андриана Николаева. Он ушел от нас 12 лет назад, но Чуваши и России по-прежнему помнят и чтут его заслуги в деле освоения космоса. Андриан Николаев был третьим космонавтом, но в его биографии много моментов, когда он был первым. Первым работал на орбите без скафандра, первым участвовал в военном эксперименте. С Валентиной Терешковой они стали первой звездной парой, а их дочь Елена – первым в мире ребенком, родившимся в космической семье. После первого полета связал свою жизнь с работой отряда космонавтов. В 1964 году стал его командиром. На родине в Чувашии Андриана Григорьевича всегда встречали как героя. Он заслуженно стал объектом всенародной любви. Его именем названы улицы, школы, отряды юных космонавтов. В музее в Шоршиллах никогда не бывает пусто. Мы помним, мы гордимся вами, Андриан Григорьевич. На карте Чебоксар появится новое место отдыха. Сквер имени Екатерины Великой разобьют недалеко от художественного училища. Буквально за месяц эта асфальтовая площадка превратится в зеленый и ухоженный сквер. А в центре появится памятник Екатерине Второй. Горожане сами выбрали, кого увековечить в бронзе. Наш город принял участие во всероссийском проекте «Аллея российской славы». Уже сейчас идут работы по укладке брусчатки, поребриков и обновлению дорожного покрытия. Здесь появятся скамейки для отдыха, зеленые насаждения и цветочные композиции. Чтобы горожанам было комфортно гулять в вечернее время, установят фонари. Кстати, это место было выбрано не случайно. В 1767 году Великая императрица посетила Чебоксары. Она побывала в Троицком монастыре и Дубовых рощах, а принимали Екатерину Вторую в доме надворного советника Соловцова, в котором сейчас располагается художественное училище. Здесь встречали Екатерину большая, большая, как бы сказать, большая делегация. Руководила делегацией казанский губернатор Квашнин Самарин, потому что Чебоксары был первый город, где Екатерина ступила на землю казанской губернии. Город и особенно встречи произвели на императрицу приятные впечатления. В письме графу Панову она написала «Чебоксары для меня во всем лучше Нижнего Новгорода». Станет ли исторической часть столицы Чуваши и Краши и полюбится ли горожанам новый сквер, узнаем совсем скоро. Работы завершат ко дню города. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Новую форму работы с родителями придумали в чебоксарских детских садах. Десятки семей объединяются по разнообразным творческим и спортивным интересам. В этот раз детский сад номер 143 пригласил своих соседей 65-го, 110-го и 122-го на семейный турнир в нашем шашечном королевстве. Вы готовы, детишки, ангады и занятки? Нет для боя у полков, ни патронов, ни штуков. Что это за игра? Шашечный король и королева! В этом году проверили детей на знания, терминологии и правил игры и дали командам задание пройти по станциям и собрать как можно больше корон. По условиям турнира победитель должен быть самым ловким и сообразительным. Для этого были подготовлены несколько интерактивных площадок. Здесь команды точно повторяли движение зарядки за инструктором, подменяющийся темп музыки, участвовали в эстафете и даже учились готовить пену для мыльных пузырей. Но главная часть состязаний проходила за доской. Может быть и не самый умный ход в моей жизни, но однако, как говорится в одном из фильмов, давненько не брал я в руки шашек, тем более в детском саду, на этом прекрасном детском шашечном турнире. И сколько здесь маленьких, наверное, гениальных детей, которые когда-нибудь, может быть, станут чемпионами. Кстати, родителям даже поддаваться детям не пришлось. Тренированные мальчишки и девчонки продемонстрировали хорошую спортивную форму. Меня научил играть в шашки папа. Шашки нужны для ума. Я учу всем ребятам пожелать победы. Совместная работа воспитателей с родителями – залог полноценного и успешного воспитания ребенка. Кто, как не сами родители, должны быть положительным примером, а цель этих простых, на первый взгляд, мероприятий – инвестиции в наше будущее. Это такое мероприятие, которое способствует развитию у детей логического мышления, умение ориентироваться на плоскости, умение играть по правилам. И воспитываются в шашках такие качества у детей, как воля, целеустремленность, желание победить. То есть и в будущем это будет способствовать тому, что они станут успешными людьми, успешными гражданами нашей России. Массовые семейные мероприятия и праздники с участием сразу нескольких детских садов в городе Чебоксары продолжаются. На этой неделе они посвящены празднику Святых Петра и Февронии Муромских – Дню Семьи, Любви и Верности. Родион Архипов, Олег Якимов. Республика. Взвершение выпуска занятное видео. Один из пользователей форума за рулем выложил видео, как дорога в Новочебоксарске перебегает молодой лось. Откуда зверь там появился и куда бежал – неизвестно. Два ключевых матча Евро-2016 состоялись в эти выходные. Но не все любители футбола могут позволить себе допознать сидеть у телевизора. К счастью, пользователи Ростелекома с этой проблемой не знакомы. В меню интерактивного телевидения от компании есть удобная подборка «Футбол-2016». Пересматривать игры теперь можно и после эфира. Репортаж об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. Татьяна и Дмитрий – отчаянные фанаты футбола. Почти месяц семья Мироновых буквально живет у экрана. Несмотря на то, что российская сборная выбыла из турнирной таблицы, интерес к Евро-2016 не пропал. Не упустясь ни одного интригующего момента, Чите Мироновых помогает сервис управления просмотром интерактивного телевидения от компании Ростелеком. Матч смотрим с удовольствием. Вчера в 10 вечера в четверть финала играли Франция с Исландией. Сегодня нужно было рано вставать, поэтому матч не смотрели. Посмотрим его сегодня, ровно так же, как он шел вчера, без каких-то вырезанных моментов из архива телепередач. С помощью управления просмотром игру можно пересмотреть в течение последующих 72 часов. При этом есть возможность перематывать надоевшую рекламу, быстро находить самые опасные моменты матчей и по несколько раз наслаждаться голевыми передачами. Вообще Ростелеком мы пользуемся уже более трех лет. У нас подключен интернет и интерактивное телевидение, довольный качеством, и цена нас устраивает. Вообще, относительно интерактивного телевидения, очень много возможностей. Особенно управление просмотром очень радует, потому что раньше, когда пользовались другими операторами, таких возможностей просто не было. Смотреть футбол или любимый сериал теперь можно, не отвлекаясь от повседневных дел. Благодаря сервису Multiscreen Татьяна смотрит матч и готовит одновременно. Секрет в том, что абсолютно бесплатный сервис объединяет до пяти домашних гаджетов. Несколько простых действий в меню интерактивного ТВ, и вы можете начать просмотр в зале по телевизору. А продолжить с того же места, где остановились, планшеты или смартфоны по дороге на работу. Или на кухне за приготовлением обеда. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоколев, Республика. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоколев, Республика. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоколев, Республика. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоколев, Республика.